Меня не выберет не моего президента, правильно? Да, правильно. Там, значит, губернатора, там, ну и так далее. С людьми, живущими в тирании или в авторитарном режиме, происходит чудеснейшее превращение. Вот как только речь идет о их личностной сфере жизни, они понимают, что выбор никто не сделает за них. Но как только речь идет о государственных вопросах, они немедленно делегируют свое право выбора, не знам о кому. Почему? Это ведь, понимаете, помните, мы говорили на одном из прошлых подсказтов о том, что у каждого американца формируются свои личные взаимоотношения с налоговой инспекцией. Да, да, да. Помните, да? Это статья. Это Максим Аканоненко. Да, да. Что у каждого американца формируются свои личные взаимоотношения с государством. От чего? От того, что предки этого американца, как мы с вами тогда установили, это государство не получили сверху, а выстрадали в какой-то борьбе. Да? За него была пролита кровь, чтобы государство было вот таким, какой оно есть. Да? Вот, собственно, так и формируются демократические режимы. В режиме авторитарном, как мы с вами тогда говорили, за государство никто не дерется. Его государство спускает людям сверху власть, которая строит его государство для себя, таким образом, чтобы оно государство обслуживало ее власть. Вот, смотрите, что у нас происходит. Выбор. Мы отказываемся от выбора немедленно, как только он выходит за рамки нашего личностного пространства, и касается вещей, которые мы, как мы понимаем, никакого непосредственного отношения не имеем. Вопрос почему? Видимо, потому что в силу вот этого сидящего веками рамки понимаешь, что все равно будет принято какое-то другое решение, которое уже принято, может быть. И я тут только для вида. Да, совершенно верно. Мы тут только для вида. Совершенно верно. Поэтому, когда вы говорите о выборности, я рискну заявить. А, кстати, неплохо. Да. Мы тут все только для вида. Мы тут все только для вида. На одной шестой. Совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим о выборности, я рискну заявить, что выборность, как личностное ощущение, как необходимый личностный атрибут, это принадлежность демократических режимов. А для человека, живущего в режиме авторитарном, выборность вообще мучительна. И, кстати говоря, если, я не знаю, ты-то помнишь, ну ты же москвич. Вот я, свердловчанин, могу сказать, что я помню прекрасно 60-е и 70-е годы. А москвичи не помнишь. Когда, они не помнят, у них было со снабжением лучше. А москвичи не помнят свердловские 70-е годы. Да. А, да. А, да. Когда ты идешь в магазин за штанами, и тебе выбрать не из чего. Юра, как будто я жил где-то в другой стране. Здесь можно было, как говорят, но я же тоже приезжал в Москву отовариваться за штанами. Ну, во-первых, я под Москвой сюда. В магазине «Весна» на Новом Арбате можно было выбрать, там было три вида штанов, условно говоря. Там было четыре вида обуви. В магазине «Обувь отцы и дети» назывался магазин «Обувь отцы и дети» на Кутузовском проспекте. Там можно было купить, внимание, не падай со стула, чешские ботинки. Цебо. Цебо. Совершенно верно. Где в Свердловске, он же Екатеринбург, я мог купить цебо? Ты мог купить «Обувь». Стояла «Обувь», которая от испанского сапога отличалась только тем, что не применялась официально при пытках. На самом деле она применялась неофициально. Так вот, выбор это, то есть власть настолько увидела, что она правильно воспитала людей, в том смысле, что они отказываются сами от выбора. Он им мучить или не нужен. Она настолько уверовала в этот свой успех, что сказала, зачем им пять видов штанов? Пусть все носят одни и те же штаны и трусы, хватит им. Не надо ставить людей в неловкое положение. Хорошо, что они не пошли дальше. Заставлять их мучиться. Хорошо, что они могли пойти дальше. Теперь смотри, ты думаешь, это все? Теперь смотри, самое-то страшное не в этом. Вот я советский человек, я даже сказал так, я советский раб, переживший ужасный слом эпох. При моей жизни вдруг в магазинах появилось изобилие товаров. И что? Я даю честное слово. Вот меня недавно жена отвезла в Канаду. Я пошел в магазин, чтобы купить себе трусы. Магазин назывался Бей. Кого бить? Бей, такая фирма. Магазин Бей. Я зашел туда и увидел, как на протяжении двух километров вдаль уходит отдел, набитый трусами. Ну, Бей, трусы. Я встал в стул. Я не... Как мне выбрать трусы? Я не умею это делать. И точно так же, как я не умею выбирать носки, трусы, я не умею выбирать президента. Юр, на самом деле, я не знаю, почему я трусы выбирать умею. Я не знаю, почему. А президенту умеешь? А? А президенту? Не пытался. Вы меня напрасно прерываете, потому что я же нахожусь на пороге судьбопоносного открытия. Ну, давай, попытайся. Попытайся. Я хочу дать рецепт, помочь советским людям, их детям и внукам. Доктор хочет выписать рецепт. Да. Я хочу сказать, ребята, облегчить вашу участь и сказать, как вам нужно выбирать президента. Мерьте на себя. Вы помните эти... Вы выбирайте его на трусы. Натягивайте его, да? Чтобы он был ближе к телу. Натягивайте его на себя. Еще ближе к телу. Ты помнишь этот замечательный, потрясающий слоган 96-го года «Выбирай сердце»? Вот над ним все смеялись. Сердцем, почками и другими внутренними органами. А только так и нужно. Прямой кишкой, может быть? Да. Во прямом случае. Да. Да. Смотрите. А иногда и толстый. Да. Смотрите. Выбрать в России президента на самом деле очень просто. Надо понимать, во-первых, для чего в России нужен президент. И для чего? Объясняю. Президент в России – это суррогат царя. Он строг, но справедлив. Да? Он величав, но он милостив. Он монументален, но он нравственен и морален. То есть это батюшка. Последняя инстанция, которой можно прибегнуть за помощью... Но это монарх, Юра. Да вот... Боже мой, в России не нужен никто иной, как монарх. А монархов не убирают? Еще как выбирали. Не, один раз выбирали из истории. Ну что ты, не отвлекайся. Сколько раз монархов убивают, столько раз их и выбирают. Ну, может быть и так. А убивали их. Значит, как выбирать в России президента? Смотрите, ребята. Выбирать надо в России президента, ориентируясь на признаки живой души, которые отражаются на лице. Выбирать надо президентом человека, у которого живые глаза. Не мутные стекляшки бутылочного стекла, а живые глаза. Они блестят, они эмоциональны. В них искрится юмор, ну хоть какой-то. Никогда нельзя далее выбирать президента, у которого кожа на лице туго обтягивает череп, как перчатка кулак. Почему, собственно? Надо... Я объясню. Он невеликодушен. И первый, второй пункт очень подходит под описание одного конкретного малоизвестного. Подождите, он невеликодушен. Выбирать надо, значит, такого человека, у которого кожа облегает череп достаточно свободно. Ибо так же он свободно чувствует себя в своем теле. Ибо там помещается душа. Нет, не там. Душа помещается в совсем другом органе. Дальше. Обратите внимание на рот. Губы не должны быть резиновыми. Губы должны быть сочными, нарисованными, нарисованными в кавычках. Они должны быть четкими. Они... Человек должен уметь улыбаться широко, искренне, открыто. Еще лучше, если он умеет смеяться. Хорошо и громко. Потому что не на этими губами ему предстоит вас целовать. Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете? Он должен уметь смеяться, и улыбка его не должна напоминать о скал. Жесты этого человека должны быть свободны, естественны, широки. Он не должен быть маленького роста. Он должен быть пропорционален, но хоть в какой-то степени. Понимаете? Послушайте его голос. Голос должен быть, как у меня, смотрите. Глубокий, модулированный. С обертонами. Они плоские. Ты просто куда-то у нее этот гнид. Они плоские. Он вообще о себе рассказывает. Ты видишь, как тебе близок? Мне 2 миллиона подписей собрать? Два часа. Два часа. Значит, голос должен быть... Да? Почему? Я и в Гугле плюс. Нет, лучше на Фейсбуке. Хорошо. Тебя послушают, мне еще ВКонтакте надо пойти. А, кстати, зря. Но это хорошее место. Там только девушки из меня проголосуют. Не отвлекайся. Да. Значит, голос должен быть модулированный, глубокий, тембральный, с обертонами. Понимаете? Вот кого надо выбирать. Вот премьер-министр, кстати, премьер-министр, может быть сушеной клизмой. Потому что от него ничего не нужно. А не то, что сейчас. Да. Потому что от него ничего не нужно, кроме головного мозга. Он должен уметь считать. И руководить теми, кто умеет считать не хуже, чем он. А президент-то, ребята, это же ваш батюшка, государь. Это вы к нему в ноги должны упасть. Сказать отец родной, пощадить. Поэтому ноги должны быть. Поэтому, смотрите, я облегчаю выбор, вот тот самый выбор, который вы сделать не можете, не в состоянии, который вам так мучителен и труден. Я вам его облегчаю. Ты сдаешь параметры и критерии. Совершенно верно. На самом деле. Так вот, возвращаясь взад и пытаясь хоть сколько-нибудь быть серьезным. Понимаете, какая штука? В тоталитарных и авторитарных режимах вся деятельность власти направлена, по сути, только на то, чтобы заставить людей добровольно отказаться от выбора. Вот сверхзадача любого тирана сделать так, чтобы выбор был мучителен и не нужен для плевса. Спасибо.